здравствуйте мои дорогие зрители узнали парня больше значит творческий человек стал позагорал посреди улицы и дальше пошел меня часто бывает на съемках когда не знаешь за кем бежать вот идут четыре девушки это две пары смотрите какая симметричная футболка я решила побежать вот за этой мне нравится здесь черные брюки белая длинная футболка терракотового цвета рубашка небрежная гулька на голове девушка с пакетом мак идет уже что-то там во люди покупают ну и мое счастье 2 пара решила вернуться девушка здесь уже правда сняла пиджак посмотрите такой у нее шикарный топ с открытой спиной и подружка мне почему-то напомнила буддистов халик лично сейчас звучит те кто смотрит мой основной канал на дзене уже видели этот ролик реклама московского стрит стайла и там были комментарии о том что наши отстают и это уже сейчас не модно но вот баленсиага на его последний показ нам показали что это модно оверсайз на самом деле хоть мы часто об этом и говорим что он уже выходит из моды на самом деле никуда он не выходит становится еще оверсайзней другое дело что мода нам предлагает альтернативу если раньше между телом и одеждой обязательно должен быть воздух непременно и просто условия то сейчас мы можем носить и приталенные и даже в обтяжку и мне нравятся большие пиджаки на молодых и стройных конечно рост здесь имеет значение ну вот сейчас сейчас модно чтобы вот прям плечи были широкие и свисали но если вы обратите внимание все-таки девушки прямо очень высокие здесь еще модный нюдовый топ хорошее сочетание такое спокойное бежевого и белого но сейчас можно носить и приталенные жакеты вот просто девушка нам демонстрирует каблуки и роскошные брюки какие роскошные волосы в общем нет никаких запретов к следу же высокая и в сегодняшнем ролике наверное будет не так много платьев не надо говорить о том что их на наших улицах нет у меня есть ролики которые прямо целиком посвящены только платьем просто смотрите и вот кстати модная сейчас форма жакетов обратите внимание на плечи у одной девушки они прям спущены у другой очень четкие здесь мы видим еще леопард коричневый коричневую сумку но лучше всего эта форма видно сзади широкие акцентные плечи и приталенная форма жакета вот этот комплект не очень понравился с одной стороны он яркий с другой стороны нет какой-то такой продуманности в цветах зеленый капля оранжевого ничего друг друга не поддерживает есть какая-то небрежность в то же время ярко розовым жакетом уже никого не удивишь а вот платок на голове это конечно очень заметно очень женственно красиво не каждая может такое носить помните одно время было очень модно повязывать платок таким способом а-ля бабушка кстати не носят их не только потому что это может не идти это просто тупо сваливаются лично у меня шелк скользит с головы не знаю как люди носят но если вам удалось побороть эту проблему то я конечно очень рекомендую это некрасиво и женственно и необычно и вы всегда будете заметны в толпе еще одна костюмная дама мне здесь нравится сочетание золотисто-бежевого и горького шоколада и сочетание такого мужского костюма с очень женственной блузкой с бантом и туфли на небольшом каблуке ну видно же да что человек рабочий его походке и по одежде а вот это вот не рабочий и это тоже видно по обуви и по платью таких в такой обуви не побегаешь быстренько кстати начинающим блогерам рекомендую можно прийти площадь рядом с ума там полно фотографов и они вам сделают фотосессию гораздо дешевле нежели вы будете нанимать специального человека делать фотосессию для своего контента эти вы заметили у нее черный такой ползунок это как будто бы молния такая гигантская в общем интересно и со вкусом одета девушка на это творится абсолютно уже по-разному одета в середине девушка в шелковом платье с бантом и в пиджаке а-ля с мужского плеча меня иногда просят чтобы я показывала поменьше девушек побольше женщин вам это интереснее и я вас прекрасно понимаю в прошлом ролике я вам показывал вот такой вот модную даму на мое удивление она получила много положительных комментариев я ждала худшего но все-таки с модными домами у нас в стране существуют проблемы чаще не попадаются вот такие не хочу сказать что она плохо одета очень интеллигентно одетая женщина но к моде это не имеет никакого отношения кстати обратите внимание на походку и несколько раз пересмотрела это балетная походка я просто не разбираюсь а вот следующая дама у нас в костюме как будто сшиты из платков вряд ли конечно это платки судя по ее обуви кроссовки луи виттон возможно это и костюм оттуда же но эффектно смотрится я небольшая любительница костюмов иногда они прям спасают и вот кстати опять же о костюмах это костюм в пижамном стиле черный и теперь я поняла почему я не люблю потому что ведь моя не люблю костюмы вот если бы эти брюки с хлопковой рубашкой было бы отлично если бы эту блузку с джинсами было бы отлично а вот целиком костюм в пижамном стиле мне как-то не очень а это типа халат я тоже люблю когда их носят с джинсами и нараспашку бахрома это тренд уже давно и мне кажется уже никуда от нас и не уйдет вообще то что мода стремительно меняется мне кажется это миф вот велосипедский на сколько лет с нами народ прочувствовал удобство теперь не вытряхнешь нас из них как собственно и всякие трикотажные костюмы постковидные ну а это что-то на креативном здесь один головной убор чего стоит еще гетры блестящий плащ молодежь конечно самовыражается как может обратили внимание на шапочку вот такой вот сегодня у меня получился стрит стайл разноплановый мне кажется жду ваших комментариев лайков и до новых радостных встреч всем пока